Здарова ребятки, меня зовут Павел и сегодня поговорим о развитии технологий в Medial Dynasty. Напомню, что качество картинки в теплые периоды игры распадается на пиксели и мылится, поэтому буду спасать положение чем смогу. Ну а сегодняшний спонсор ролика заложен в нос и симптомы RV, поэтому дикция по прежнему желает лучшего. Ну что ж, поехали. Технологии это такая штука, которая позволяет развивать свое поселение, добавляя возможность строить новые шедевры инфраструктуры. Также по мере покупки так называемых схем, вы сможете открыть для себя возможность крафта новых орудий труда и ресурсов, будь то корм для животных, разнообразные рецепты блюд в таверне или возможность пошить новые портки. Также присутствуют некоторые элементы декора в виде заборов. Чтобы вам было проще ориентироваться в зданиях, которые вы сможете построить и у вас не возникало проблем с их предназначением и функционалом, давайте я русифицирую для вас важные моменты. Так, слева расположена ступень развития технологии в виде зданий и указано сколько значков вам нужно заработать, чтобы их открыть. Действие, которое нужно сделать, чтобы заработать очки расположено вот здесь справа. Схема находится в центре экрана и это все, что вам нужно знать. Набирайте очки, открывается здание и вместе с ним возможность покупки схем. Схема покупаете за игровое золото. Все, что есть в технологии выживания, у вас на экранах, но учтите, что не все здесь вам нужно. Например, рыбацкую хижину я строю довольно поздно, и этому есть причины. Первое, мяса и так всегда хватает. Второе, зачем мне тратить людей на добычу рыбы, если я не могу приготовить с нее пироги. Ну а на другие рецепты рыба вроде как бы и не нужна особо. А вот когда в поселении в достатке муки и в таверне есть печь, вот тогда можно и рыбаков нанять, и в меню поселения внести с добу с морепродуктами. Капканы для крыс сама по себе вещь сомнительная, луки пока что не самое лучшее оружие, а вот к каменному копью присмотреться стоит. Строительство. Без этих технологий вы далеко не уедете. Чтобы получать очки для этих технологий, вам необходимо рубить деревья, добывать камни и глину, а также завершать постройки. Для особо ленивых вы можете попробовать построить дом, но затем ломать одну и ту же стену и снова ее возводить. Схем на экране нет, потому что это заборы, которые являются частью декора и не более того. Есть также деревянная лопата для добычи глины. Сама по себе глина вам может быть и не нужна, потому что из нее можно сделать утеплитель для стен или как переводится это слово мазню. Практически она себя не шибко оправдывает, а визуально, ну вот вам скриншот для примера, решайте для себя сами. Давайте пройдемся по зданиям. Со складом вроде бы все понятно. Сюда стекаются все ресурсы поселения и тут должно лежать дерево или поленье для отопления жилищ поселенцев. Тут можно назначить рабочих и вот это сомнительное удовольствие. По факту они как бы переносят ресурсы между зданиями, которые что-то производят. Но как я не посмотрю на этих трудяк, они просто стоят в дверях и слоняются без дела. А если убрать их с должности, то в поселении ресурсы странным образом курсируют по сундукам. А закономерность их курса я так и не понял. В общем, я даже на склад третьего уровня назначаю одного рабочего и все более-менее хорошо работает. С дровинником, понятно, думаю, ставите в лесу, назначаете дровосек и смотрите, как он таскает в карманах поленья на склад. Дома отличаются размером, но сундуки везде по 50 килограмм. Навес шахтера – это здание, которое нужно разместить возле скопления камней или глины, не назначить пару человек. Они неспешно будут приносить ресурсы. Шахта – то же самое, только построить можно в скале, как я и показывал в предыдущем ролике. Эти постройки, в принципе, вам придется разместить далеко от склада, либо же строятся возле скопления какого-либо ресурса. Не беспокойтесь за рабочих, на них ходят спокойно до места работы, их не атакуют дикие животные, с ними все будет хорошо. Фермерство. Пока вы читаете о постройках, немного о схемах. Фермерство позволит вам купить схемы для производства муки, корма для животных, мазни, той самой, которую утепляют стены, ножницы для добычи шерсти, ведер для воды и дубинки для того, чтобы гонять свиней. Дубинку можно использовать как оружие, но это малоэффективно. Мука вам однозначно нужна, как и ведра, потому что на пироги вам понадобится и то, и другое. Ножницы можно будет продавать, но если вам нечем торговать больше. А мазня – ну, решайте сами. По мне, штука пока что сомнительная. Сомнительная. Я постарался описать здание как можно понятнее, стоит добавить, что со складами провизии такая же история, как и со складом ресурсов. Для загонов нужен всего один человек, независимо от количества животных, а вот амбар – амбар – это очень полезная вещь, но людей много просит зараза. В амбаре два вида рабочих – фермеры и полевые работники. Первые занимаются крафтом, который доступен в амбаре, а вторые – посевом и обработкой грядок. Мне достаточно всегда двух фермеров для производства муки и корма, а остальные, ну, мне хватает двух-трех, они занимаются грядками. Они сами берут семена из сундука в амбаре и сами берут навоз со склада ресурсов. Видимо, просто анимации работы складских работников еще нет, потому что фактически навоз в мешках полевых рабочих появляется как-то автоматически, если он есть на складе, конечно. И не перепутайте – семена для посева в сундук амбара, а навоз в сундук склада ресурсов. Для получения очков технологии фермерства вам нужно заниматься грядками, собирать ягоды, доить коров или коз и стричь овец. Тут как бы все очень просто. Крафт. Пока вы читаете о постройках, опять же немного о схемах. Тут вам откроются все виды инструментов, одежды, оружия и рецепты блюд. Что стоит сказать? Ну, луки, как по мне, не очень пока что, а вот арбалет отличный. Но без луков и стрел вам никуда, потому что у ваших охотников в поселении периодически будут квесты на новое оружие и стрелы. Это, кстати, ко всем рабочим относится, каждый будет просить новый инструмент, поэтому так или иначе вам придется покупать схемы. Одежда в этой игре только для вас и на продажу. Переодеть жену пока что нельзя, да и остальные поселенцы откуда-то берут теплые вещи. Пироги, хлеб и пироженки – это очень полезная штука. Одна только лепешка чего стоит, она мало весит и хорошо восполняет шкалу голода. Пироженки с фруктами и ягодами восполняют и жажду в том числе. По постройкам тут более-менее понятно все. С каждым новым уровнем больше сундук и больше места для рабочих. Но я не назначаю на постоянной основе кого-то в кузницу или ткацкую мастерскую, потому что некоторые вещи лучше делать самому ради того же опыта. Вот таверна – это буквально центр вашего поселения. Во-первых, чем больше разнообразия блюд, тем счастливее поселенцы. Во-вторых, периодически у каждого из них появляется квест на какой-нибудь пирог или многозлаковый хлеб. Выполняйте – получите плюс к карме и к настроению жителей. Ну а нет – на нет и сюда нет. Для получения очков технологии крафт вам нужно, как ни удивительно, крафтить, шить вещи и заниматься приготовлением пищи. В принципе, по технологиям и схемам, все, что я хотел сказать, я сказал. Если у вас есть вопросы по управлению поселенцами или другого рода, то пишите их в комментариях, и я обязательно отвечу. Если понравилось, ставьте лайк и диз, если нет. Ну а с вами был Павел. Всем вкусного чая, здоровья и добра! Субтитры сделал DimaTorzok